День с толком 20 лет ждут, когда достроят их дом. Кто поможет заложникам ситуации? Этой осенью ему бы исполнилось 50 лет. Память Юрия Шатунова в Барнауле почтили большим уличным концертом. 76% избирателей отдали свой голос за Виктора Томенко в качестве губернатора Алтайского края. Таковы предварительные итоги трехдневного голосования. Самым активным из них был по традиции финальный. В воскресенье в избирательные участки тянулись целыми семьями и говорили о важности гражданской позиции. С каким настроением голосовали жители, наблюдала наша съемочная группа. Голосовать на выборах для Нины Иркуткиной – давняя традиция, которой она подключает всю семью. И уже не первый год отдавать свой голос приходит с дочерью Полиной. Я считаю, это долг каждого гражданина проходить голосование. Пришла вместе с дочерью. Надеюсь, что когда ей будет 18 лет, она тоже будет следовать этой же своей обязанности гражданской. Поставить галочку напротив фамилии кандидата, которому доверяют. Четыре претендента на должность губернатора края. Евгения Боровикова, Сергей Булаев, Виктор Томенко, Сергей Маленкович. Тайна голосования и вся процедура на избирательном участке в первой школе искусств тщательно соблюдена. Спасибо. Вы проголосовали. Насколько важно приходить и голосовать? Думаю, что важно. Показывать будущему поколению надо пример. Чтобы у них патриотизм выработался. Чтобы они знали, что так надо. Пример с нас брали. Мы выбираем свое будущее. Именно от нас, от избирателей. Зависит то, какие люди придут к власти. И какие они примут законы. Ну, соответственно, какой будет наша жизнь. В Алтайском крае работало свыше полутора тысяч избирательных участков. Пункты для голосования были открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Выборы – это очень важный момент. Потому что мы понимаем, что кого мы выберем, так мы с вами и будем жить. Мы сейчас с мужем очень довольны этой жизнью. В нашем Алтайском крае все строится, все убирается. Стал такой чистый город. Магазин «Приди, все лежит». Мы всю жизнь голосуем, сколько живем с 18 лет. Почему для вас это важно? Для жизни все важно. А как? Если нам важно, значит и внукам нашим будет важно. Отдали свои голоса и представители власти. Председатель Алтайского парламента Александр Романенко пришел на участок с внучкой. Отметим, в этом году сделать выбор можно было дистанционно на портале госуслуг. Но Александр Алексеевич намеренно выбрал традиционный способ голосования. У меня традиционно есть внучки, которые хотели бы с дедушкой прийти и проголосовать. Ну и я хотел прийти посмотреть свой избирательный участок. Поэтому пока вот за те традиции, которые есть. По результатам голосования действительно мы узнаем, как будет строиться в дальнейшем будущее нашего региона Алтайского края. Свой выбор сделал и сенатор Российской Федерации от Алтайского края Виктор Зобнев. По словам сенатора, для него важны выборы всех уровней, в том числе и выборы губернатора региона. Голосуя, вы на самом деле избираете свое будущее на ближайшие пять лет. Пять лет перед этим были достаточно для Алтайского края, не сказать, что неплохие, а очень хорошие. В городе Рубцовске и в городе Барновле мы строим два технопарка. В городе Бийске тоже строим. У нас стало выделяться на порядок больше средств на инфраструктурные изменения. Мы видим точки роста, несмотря на сложное время и пандемию, и специальную военную операцию. Все-таки города и муниципалитеты вижу то развитие, которое получил край за последние пять лет. Напомним, процедура голосования проходила в три дня, с 8 по 10 сентября. Помимо нового губернатора Алтайского края, жители выбирали представителей в органы местного самоуправления. Избиратели в сельских территориях продемонстрировали большую активность. Их средняя явка составила 38,5%. Явка городского населения – около 17%. Елена Макаренко, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. В целом же явка на губернаторских выборах превысила 30%. Об этом сегодня сообщила председатель края избиркома Ирина Акимова. Если быть точнее, в выборах принял участие 31% избирателей или 547 926 человек. Наш регион оказался в лидерах по дистанционному голосованию. Таким способом свое волеизъявление выразили больше 100 тысяч жителей края. Остальные пришли на избирательные участки. Их в крае работало больше 1700. Активнее всего голосовали жители западных территорий края. В лидерах Олейский, Завьяловский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский и Суецкий районы. Но безусловный победитель – Родинский район. Здесь явка превысила целых 80%. Что касается претендентов на пост губернатора, то с большим отрывом победил действующий глава региона. Таким образом, Виктор Томенко начнет свой второй срок в качестве губернатора. Его первый срок длился с 2018 года. Справедливоросы в очередной раз подтвердили статус второй силы в регионе. Они верят, что лучший результат еще впереди. А кандидат от ЛДПР не разочарован, но хотел большего. Мнения экспертов и самих участников о прошедших выборах, а также о том, как будет развиваться Алтайский край в ближайшую пятилетку, смотрите в нашем сюжете. Статус второй силы в регионе в очередной раз подтвердили справедливоросы. У Евгении Боровиковой почти 10% голосов населения. Победу Томенко в партии называют предсказуемой, ведь по всей России на фоне СВО и санкций избиратели консолидируются вокруг действующей власти. К тому же надо понимать результаты стартовых возможностей. Кто-то потратил на выборы 70 миллионов рублей, а кто-то, как наш кандидат, 500 тысяч. Безусловно, для Жени это позитивный результат. Жени и так достаточно известна в крае. Известна именно как боец, борец за права граждан. И здесь она себя показала в этой части, безусловно, и для партии. Потому что мы же сами понимаем, в оппозиции не так много раскрученных, наверное, медийных лиц. И «Справедливая Россия» за правду, наверное, занимает после «Единой России» второе место. Потому что если сравнить с КПРФ, ЛДПР, где вообще там, ну, там Прусакова, там Семенов и дальше там пустота. Сергей Булаев, кандидат от ЛДПР, ту самую пустоту, пытается заполнить его. Первый раз точно не будет последним, поделился он с нами. Как и Виктор Томенко, Булаев в предвыборку объехал весь край, знакомился и общался с населением. Ваши почти 8 процентов – это хороший результат? Я хотел больше. Безусловно, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Естественно, я рассчитывал там на больший результат. Но, скажем так, это моя первая кампания, да, именно вот в плане губернаторских выборов. Поэтому там набрался политического опыта, на мой взгляд. ЛДПР без Жириновского – это совсем другая по потенциалу электоральному структура оказалась. И им гораздо сложнее кандидатам на местах без фонового информационного уровня федеральной поддержки, конечно же, сейчас позиционироваться. Все без исключения эксперты отмечают низкую явку и апатию населения к выборному процессу. Чуть больше 30 процентов пришли на избирательные участки края. Тут мы явно проигрываем соседям. В Кузбассе явка составила почти 80 процентов. Между тем, многие эксперты снижение явки называют общимировым трендом. Опять же, тут много составляющих. Одно из составляющих – это хорошая погода, которая сложилась в крае. Я ездил по избирательным участкам, и сами члены УИКов говорят, ну что вы хотите, такая погода. Люди, кто на картошке, кто на даче, кто сезон закрывает. Очень еще интересный фактор – это статистика, поскольку явку дают, как правило, по числу явившихся на избирательные участки, а то, что привнесла с собой технология и процедура ДЭК, даются в качестве дополнительного. Хотя суммирование фактической явки и дистанционно-электронного голосования, соответственно, показывает, что сокращение не столь даже и существенное было. В 2018-м за Виктора Томенко удали голоса более 53 процентов избирателей. Сейчас 76. Это на 50 тысяч больше человек, чем 5 лет назад. Тенденция к стабильности – тоже тренд сегодняшнего дня, отмечают эксперты. В дальнейшем этот кредит доверия Томенко придется оправдывать. И люди отмечают дальнейшего большего привлечения федеральных средств с тем, чтобы строить дороги, выполняли все программы. Понятно, что на сегодняшний момент ключевое – это то, что мы видим и в рамках федеральной и международной повестки. Больше ориентация на восток. Тот же зерновой коридор, о котором говорил губернатор, на него будет завязан целый комплекс, по сути дела, производственных структур и секторов Алтайского края. Дорожная и в привязке к ней туристическая инфраструктура, о всем этом озвучена. В крае, я думаю, мы будем видеть дальнейшее стабильное поступательное развитие. Уже 18 сентября в Барнауле пройдет инаугурация вновь избранного губернатора. После Виктор Томенко начнет формировать новое правительство. По словам экспертов, большая часть министров, скорее всего, сохранит свои посты. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Итоги своей работы подвели и в штабе по наблюдению за выборами. Напомним, уже несколько лет подряд в штабе следят за прозрачностью выборов, обращаются на избирательные участки, если там выявлены какие-то недочеты. Так, были ли в этот раз какие-то нарушения? Об этом смотрите в нашем сюжете. Я занимаюсь мониторингом социальных сетей. Также я выявила нарушения о порядке проведения амитации в социальных сетях. И впоследствии эти нарушения были устранены. Информационные атаки, технические нарушения. Три дня в общественном штабе по наблюдению за выборами кипела работа. В режиме реального времени сотрудники штаба следили за прозрачностью выборов. Также мониторили соцсети, проверяя новости о выборах на фейке. По словам руководителя штаба, обошлось без грубых нарушений, в том числе и в ходе дистанционного электронного голосования. Мелкие нарушения мы старались профилактировать. Нам было проще позвонить 1, 2, 3, 10 уиков и сказать, уважаемый, у вас неправильно расположен сейф, не под камерой, либо у вас кабинка находится так, что видно, как избиратель голосует, и возможно, как раз нарушение тайны голосования. Это все происходило до момента выборов, и практически мы устранили нарушение. Важно было вовремя устранить недочеты, чтобы не пришлось привлекать кого-то к юридической ответственности. В целом, подчеркивают в штабе, нарушения были малозначительными и имели технический характер. У нас в первый день, 8 числа, в пятницу, было порядка 17 таких технических, второй день 117, и третий день порядка 50 с небольшим. В основном, работа штаба была направлена на профилактику каких-то там нарушений. То есть, это не по хвостам уже как бы били, а шли немного, так скажем, впереди, предвидели, подсказывали. Напомним, общественный штаб по наблюдению за выборами уже пару лет располагается в самом центре города, на базе Союза армян Алтайского края. Прийти сюда может любой желающий, чтобы понаблюдать за ходом голосования. В следующий раз штаб соберется на выборах президента в марте 2024 года. Ирина Корчегина, День с толком. И к другим темам. Жители двух населенных пунктов Смоленского района готовят коллективное обращение сразу в несколько правоохранительных и надзорных структур России. Люди утверждают, что после химозного дождя, который прошел над селами после обработки полей, нанесен серьезный ущерб не только урожаю на приусадебных участках, но и их здоровью. Местные жители рассказывают, со 2 по 4 сентября над селом Солоновка и поселком Красный городок летал самолет, который распылял агрохимикаты над полями, что всего в 300 метрах от населенных пунктов. Вскоре поднялся ветер и прошел дождь, после которого все растения покрылись ржавыми пятнами, а у животных наблюдалось раздражение слизистой и вялость. На слабость головокружения, головную боль и тошноту жаловались и люди. В итоге многие селяне обратились в региональные надзорные инстанции, а позже решили объединить усилия и подать уже коллективные жалобы в федеральные структуры. В ближайшие дни люди намерены направить их в Следственный комитет России, Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. В своих обращениях жители пострадавших сел требуют привлечь к ответственности виновных, запретить последующую химобработку полей и компенсировать нанесенный ущерб. Отметим, сегодня люди написали заявление главе Смоленского района с просьбой взять пробы земли и растений. Добавим, по мнению алтайских экологов, в случае, когда от применения яда химикатов страдали природа и люди в крае происходили уже неоднократно. Обманутые дольщики из Бийска собираются праздновать совершеннолетие ожидания своих квартир. Люди ждут сдачу дома 17 лет. Жители Наукограда провели митинг возмущения в краевой столице. В многолетней засаде оказалось порядка 30 семей. Выплачивая эту ипотеку, многие были вынуждены взять вторую, чтобы обрести наконец свое жилье. А за последние годы объект не вырос ни на один кирпич. Подробнее в сюжете. Живу в тесноте, в нужде. А планировал в просторной квартире. 17 лет назад Виктор Конончук стал дольщиком на тот момент элитной многоэтажки в Бийске. Он и еще порядка 30 человек. Собственником жилья он так и не стал, хотя один раз даже держал ключи от квартиры. Отдали для того, чтобы посмотреть. А это в каком году было? Это сейчас скажу. Сейчас скажу я вам. Наверное, это год был 12. Каждые два месяца дольщиков собирают на совещание, где рассказывают о завершении долгостроя. Поэтому сегодня люди приехали с митингом в Барнаул. Дом на улице Советская 199-10 начал расти в 2006 году. К 2023 году готов каркас и завершен первый подъезд. Вот уже 17 лет. Уже, можно сказать, выросло целое поколение людей за это время. В следующем году будем праздновать. Не дай бог, но это, скорее всего, будет совершеннолетие нашего мероприятия. То есть мы до сих пор ждем строительства нашего дома. За последние два года единственное, что сделал застройщик, это снял крышу с нашего дома. Ну, чтобы использовать, наверное, профлист в каких-то своих целях. Изначально договора на Далевке люди заключали из Бийско-городской общественной организации участников военных конфликтов на территории РФ и стран СНГ, председателем которой был бывший глава Бийского района Евгений Якуба. В 2011-м у застройщика закончились деньги. В 2015-м объект передали компании «Прометей». И еще три года ушло на переделку проекта. Из чего строился дом? Все бэушное. Здесь сейчас все делается усиление. Вот этот проем будет закладываться. Но ни один новый кирпич с тех пор, говорят дольщики, в доме не появился. Зато у дольщиков вырастают и уезжают дети, ради которых покупали квартиры. Сперва, конечно, был гнев. Потом уже сменилось на, извиняюсь за выражение, на идиотский смех. И в конечном итоге уже просто-напросто понимаешь, что уже как-то дорешать и забыть уже как страшный сон. Судя по базе судебных приставов, у застройщика открыты из полулисты на сумму больше 4 миллионов рублей. А по словам дольщиков, компания в предбанкротном состоянии. Тем не менее, разрешение на строительство ей продлевают, из-за чего у правоохранителей нет оснований для привлечения ее к ответственности. В этой ситуации дольщики надеются на поддержку региональных властей, чтобы объект сдали в ближайшем будущем и не пришлось праздновать совершеннолетие долгостроя. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком. Торжественное возложение цветов, чтобы отдать дань уважения защитникам осажденного Ленинграда. Накануне в Барнауле вспоминали одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. У мемориального знака на Ленинградской аллее минуты и молчания почтили память ушедших в то страшное время. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, глава индустриального района Денис Летягин, барнаульские ветераны и курсанты. Добавим, в 1942 году около 4 тысяч детей блокадного Ленинграда были доставлены в Алтайский край. В настоящее время в Барнауле проживают 68 человек, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. «Белые розы», «Детство» и другие культовые песни Юрия Шатунова, которые наверняка уже звучат в вашей голове, в выходные исполняли в парке «Изумрудный». Там прошел третий вечер памяти артиста, на этот раз посвященный полувековому юбилею певца, которого не стало прошлым летом. Строчки высечены в подкорке уже ни одного поколения. Приятные мотивы, простые слова и вечные смыслы – за это и любили творчество Юрия Шатунова. Для миллионов он стал олицетворением беззаботного детства 90-х. Артиста нет уже больше года, но он продолжает объединять людей. «Дискотека, школа, и пошло. Старше, и вот, 35 лет, и до сих пор. Я, сын, сыну уже 12 лет, вот, до сих пор тоже нравится Шатунов. Ему нравятся не вот эти, которые сейчас он пел, вот эти песни, а вот именно старые». «Веселые, веселые песни, под которые можно было ходить на дискотеке. Дискотеке были популярны, это было очень, так скажем так, практически каждую субботу, воскресенье». Поклонники Юрия Шатунова в эти выходные собрались в парке «Изумрудный», где в третий раз организовали памятный вечер артиста. В 2023-м Юрию исполнилось бы 50 лет. «Первый вечер памяти собрал порядка 7 тысяч людей. Здесь же, в парке «Изумрудном». Тогда было просто не протолкнуться, людей было очень много. Все пришли, несли цветы, белые розы, это его были любимые цветы, он же и пел об этом. А остальные вечера? А остальные вечера, ну, не менее тысячи людей всегда приходят на эти вечера». «Он не любил фотографироваться, только автографы раздавал Юра». «А почему?» «Да он говорил, фотография на память это не то, говорит, я еще пока живой. А память это не то, когда фотография будет». За каждый возложенный цветок в памяти Шатунове Александр вручал по фотографии со знаменитым исполнителем. Одни из самых популярных снимков с Сергеем Кузнецовым, основателем группы «Ласковый май». Именно он когда-то разглядел талант в «Парнишке из детдома» и дал ему впервые выступить на нашей сцене. «Помните ли вы тогда первое выступление, в котором уже участвовал Юрий Шатунов?» «Это город Барнаул. Сентябрь месяц. Он там дал сразу семь концертов за день». Концерт с живой музыкой, еще дискотека, клипы и документальное кино о появлении «Ласкового майа». Поклонники творчества Юрия Шатунова каждый год почитают память кумира и приобщают к его творчеству все более молодых барнаульцев. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком.